На страницах Библии разворачивается история взаимоотношений человека и Бога, священная история. Самые главные вехи – это сотворение мира, грехопадение и изгнание из рая и создание Ветхозаветной Церкви, которая получает статус спасительный с приходом Христа Спасителя. «Именно садись, жду церковь мою и врата адовы не одолеют ее», – сказал Христос Спаситель. И единственное и самое важное, что он оставил – это церковь. Ободряя своих учеников перед крестными страданиями, он сказал, что Дух Святой наставит вас на всякую истину и напомнит все, что я вам говорил. И несмотря на то, что Библия закрывается, заканчивается последняя страница, но не заканчиваются взаимоотношения человека и Бога. В первые века, когда были гонения и Дух Святой явным образом почивал в церкви, никаких вероучительных вопросов практически не возникало. Но когда начинается эпоха Вселенских Соборов, тогда возникает необходимость в четких, ясных, практически, юридических формулировках, которые бы отражали основные вероучительные истины. И вот в таком уже богословском поиске не все мнения были одинаково ценные. Возник вопрос, как отличать истину от заблуждения. Не все достигли одинаковой святости, в связи с чем мнения отдельных людей стали принимать особо ценный статус. Традиционно их называют святыми отцами, и они прославились не только своими богословскими изысканиями, но и святостью жизни. Именно мнение таких отцов и есть продолжение Божественного Откровения в церкви. Но все-таки не все они, даже святые отцы, говорили одно и то же. И если бы они говорили одно и то же, то и проблемы-то такой бы не возникло. А когда есть небольшие нестыковки, возникает вопрос, какое мнение выбрать предпочесть. И здесь, в V веке, как раз середина эпохи Вселенских соборов, преподобный Викентий Лиринский сформулировал принцип, который называется «согласие отцов». Во-первых, сразу же не берутся в рассмотрение те слова, идеи, то, что касается повседневной жизни, каких-то исторических, географических и прочих особенностей. Согласие отцов выискивает только догматические вероучительные истины. То есть то, без чего нам спастись невозможно. И вот здесь, уже именно по этой теме четко вероучительной истины, согласие отцов наблюдается и наблюдается достаточно просто. Викентий Лиринский сформулировал принцип, что если, находясь в церковном общении, все они или большинство из них единомысленно содержали, открыто проповедовали, непоколебимо исповедовали, то именно вот эту истину и надо почитать за учение церкви. В качестве примера можно привести споры о ангельской природе. Чистый дух является ангелом или все-таки обладает какой-то духовной телесностью или ангельской телесностью. Этот вопрос не имеет для спасения человека какого-то значения. Поэтому и здесь наблюдается множество разночтений. Продолжая мысль преподобного Викентий Лиринского, Иоанн Дамаскин разрабатывает точку зрения, почему могли возникнуть разночтения. В конкретном случае была борьба с иконами и борьба за иконопочитание. И приводили иконоборцы святителя Епифания Кипрского, который запрещал делать изображение. На что Иоанн Дамаскин дает подробный разбор, и этот разбор показывает, что есть согласие отцов на практике. Во-первых, он обращает внимание, что книга, на которую ссылались иконоборцы, достаточно редкая и малоизвестная. Поэтому вполне может быть, что ее просто подписали именем Епифания, и она ему не принадлежит, то есть книга подложная. Второе, даже если предположить, что Епифаний действительно запрещал изображение, то, скорее всего, мог существовать какой-нибудь обычай дурной, с которым он боролся. При этом сам обычай до нас не дошел, и его действия для нас остались непонятными. И третье, что Иоанн Дамаскин говорит, что даже если все так, как и есть, но как одна ласточка не делает весны, так и одно частное мнение не может пересилить мнение всей церкви. То есть, если и так и было, Епифаний действительно ошибался, но мало кто разделяет эту точку зрения. Вся церковь жила по другим обычаям. В другой цитате Викентия Леринского, он говорит, что в церкви нужно содержать то, во что верили всегда, всюду и всем. То есть, основной принцип согласия отцов, что церковное учение содержится не какими-то личностями, и даже выдающимися, а именно согласием всей церкви, и опять же, только по вероучительным вопросам. Аминь. Святой Паисий Величковский, можно привести такой пример, который мечтал найти себе духовного наставника, под руководством которого можно было спасаться. Но у него вся жизнь была в таких неразочарованиях, но его мечты не сбылось. И когда он убедился, что нету духоносных старцев, он нашел выход в святоотеческом наследии. Почему он много переводил, много публиковал, печатал святых отцов? Именно с тем смыслом, чтобы сверять, так ли понимаем, так ли делаем, не только по Евангелию, но и по святым отцам. И этот способ оказался весьма действенным, и просто монастырь его разросся неимоверно. Неимоверно, именно благодаря тому, что он нашел путь духовный благодаря писаниям святых отцов. А естественно, что писали много, писали о разных вещах. И вот здесь как раз консенсус патрум позволяет нам отделить то, что действительно вероучительно и спасительно, а что является просто историческим и культурным наследием.